Сегодня свое 65-летие отмечает народный поэт Дагестана, председатель правления Союза писателей Республики Магомед Ахмедов. В Центре творческих поисков поэта размышления о судьбе человека в современном мире, смысле его жизни. Произведения Магомеда Ахмедова посвящены Дагестану, его истории, культуре и традициям. В литературном мире его считают духовным и поэтическим преемником Расула Гамзатова, поэтом, бывшему ему другом и наставником. Подробнее об этом в сюжете Алины Багиловой. Он приехал в Махачкалуч 14-летним мальчиком из селения Гонода Гунипского района. Пришел в Союз писателей с недетскими стихами о горном туре. Тогда он и подумать не мог, что песня на его слова станет народной, а стихи и поэзия будут смыслом его жизни, а наставником окажется сам Расул Гамзатов. В этой тренде не было, я наизусть знал свои стихи и начал читать. Я думаю, кто-то выбрасывать не будут. Я прочел стихи, и я одно прочел, второе прочел, третье прочел. И остановился автомат и говорит, ну что Магомед? Как? Он говорит, что не знает вкус мёда, не надо целую бочку ездить, хватит и одной ложки. Мы поняли этот момент. Его проникновенные, затрагивающие, серьезные темы стихи – это поэтический отклик на все, что происходит в жизни. Классическая формула – трещина, расколовшая мир, пролегает через сердце поэта. В стихах Магомеда Ахмедова также переживания за судьбу родного края. Заботы о сохранении корней, обычаев, нравов и традиций горцев складываются в единую картину мира поэта. Неотъемлемая часть его творчества и духовная лирика. За каждое мгновение жизни нам придется ответить и перед Всевышним, и перед самим собой, и перед миром. А стихи тоже, если это ответ поэта, да, перед Всевышним. Если ему дан был Божий дар, он должен за него отвечать. Вазуалиева, Расул Гамзатов стали ключевыми фигурами в поэтической и человеческой судьбе Магомеда Ахмедовича. Нахновитель, учитель, наставник и просто друг. Именно так он отзывается на родных поэтах, с которыми посчастливилось работать и дружить долгие годы. Люди с большой душой, вообще огромным сердцем. Они вообще удивительные были времена. Мне очень повезло со старшим поколением. Они всегда меня поддерживали, всегда относились ко мне как к сыну. Они не встретились в любой, если бы моя судьба, вообще по-другому пошла бы. Для Магомеда Ахмедова религия, как и поэзия, является неотъемлемой частью его жизни. По его словам, именно вера помогает открыть до самых глубин свою душу, вытесняя все ненужное. Я очень благодарен Сайда Фанди за вот это вот, как это даже назвать, я не знаю, это какая-то аура, которая от него идет, это его тепло, это его совершенно непонятная какая-то улыбка, которая в тебе все убирает, все плохое. И когда тебя заставляют, я выходил и думал, а если бы я ходил к нему каким-то внутренним тетеревым состоянием души, и когда выходил и думал, ничего плохого в этом мире не будет, пока есть такие люди. Понимаете, вот это ощущение должно быть и в поэзии. То есть, если прочитал эти стихотворения, то ты должен, после этого стихотворения, если на твоей ночи стало как-то легко, на твоей ночи стало как-то хорошо, ты почувствовал какой-то воздух свободный. Поэт, переводчик, критик, публицист Магомед Ахмедов представлял дагестанскую литературу в Москве и Якутске, Стамбуле и Иерусалиме, Дегеране и Ханое. От горского мальчишки-школьника до студента Московского литературного института имени Максима Горького прошел он большой путь профессионального становления. Магомед Ахмедов – лауреат многих литературных премий, в том числе знакового звания. В свое время мастер слова был признан лучшим поэтом России. И хоть сам он относится к этому философски, факт остается фактом. Поэтический мир Магомеда Ахмедова стал известен далеко за пределами Дагестана. Магомед Ахмедов – это один из выдающихся современных российских поэтов, дагестанский российский поэт. Я много его переводил, он известен в России, его переводили многие современные российские поэты на русский язык, на другие языки нашей великой родины. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Махачкала.